Здравствуйте! В прошлой теме мы познакомились с АОП и его основными понятиями. Давайте теперь создадим парочку аспектов, подключим их к нашем тестовом приложении, а также узнаем еще немного интересного о Spring АОП. Для начала нам надо определиться, как мы будем определять наши аспекты. Как и многое другое в Spring, мы это можем сделать либо в XML, либо с помощью аннотации. Причем Spring поддерживает аннотации из библиотеки AspectJ. При этом он может автоматически выполнять автопроксирование аспектов и связывание с методом Binom. Давайте сначала рассмотрим работу с аннотациями. Для поддержки аннотации AspectJ вам необходимо добавить библиотеку AspectJ Weaver. Давайте так и сделаем в нашем приложении. Если в будущем вы захотите использовать AspectJ напрямую и связывать ваши аспекты другим способом, тогда вам еще понадобится библиотека AspectJ RT. С помощью нее вы сможете настроить связывание на этапе компиляции, применяя специальный компилятор AspectJ. Либо на этапе загрузки классов, используя специальный класс Loader. В таком случае вам будет доступна вся мощь AspectJ. Но, как я уже говорил, довольно часто Spring АОП бывает достаточно. Дальше нам необходимо сообщить Spring, что у нас есть аспекты в приложении. В зависимости от того, какую конфигурацию вы будете использовать, вы это можете сделать либо с помощью аннотации EnableAspectJ AutoProxy, либо с помощью специального XML тега из namespace AOP. Данную схему и namespace необходимо будет подключить. Скопировать все определения вы можете из материалов к данной теме. Чтобы определить аспект, создайте класс и добавьте к нему аннотацию Aspect. Дальше вам этот класс необходимо определить как обычный бин в XML конфигурации Spring. Если же вы используете аннотации для определения ваших бинов, тогда над классом нужно будет еще добавить аннотацию Компонент, либо другую, которую понимает Spring, чтобы определить бин. Теперь, когда Spring будет поднимать контекст и создаст какой-то бин, он увидит, что это аспект, и настроит AOP, создав прокси для нужных бинов. Данный бин может содержать методы и поля, ну как и обычный класс, а также он может содержать определения PointCut и Advice, как аспект. Существует одно небольшое ограничение в Spring AOP. Аспекты не могут цепляться на другие аспекты. Хоть аспектный класс и будет определён как обычный бин Spring, но его методы не будут проксироваться. Давайте теперь добавим PointCut в наш аспект. В нём мы определим шаблон, под который попадают все методы LogEvent во всех наших логгерах. То есть, мы будем цеплять наш аспект на все LogEvent методы с любыми параметрами. Имя метода, над которым указана аннотация PointCut, становится именем PointCut. Также данный метод должен возвращать void, то есть ничего. Вы можете объединять PointCut, используя логические операции, и обращаться к ним по имени, либо задавать напрямую. Теперь, когда у нас есть PointCut, мы можем определить Advice. Для этого используется соответствующая аннотация над другим методом, параметром которой выступает имя PointCut. В данном примере мы хотим выполнить код Advice перед выполнением метода LogEvent. Давайте напишем это в нашем приложении. Код аспекта ничего особо делать не будет, просто выводить на консоль информацию о том, где он выполняется. Обратите внимание, что метод LogBefore содержит аргумент JoinPoint. Используя его, вы можете получить информацию о текущем месте выполнения аспекта. И, например, выполнить какую-то специфическую логику, в зависимости от того, где вы находитесь. Параметр JoinPoint не обязателен. Если он вам не нужен, тогда просто не пишите его в определении метода. Кстати, параметром Advice аннотации может быть либо имя PointCut, либо само его определение. В таком случае можно сократить количество кода, но, как вы понимаете, нельзя будет переиспользовать PointCut. Если же мы хотим выполнять кода аспекта после нормального завершения метода, тогда используется аннотация AfterReturning. Если в коде аспекта мы хотим получить значение, которое вернул метод, тогда в аннотации описывается имя параметра. А потом этот параметр определяем как аргумент метода Advice. Теперь результат выполнения мы можем посмотреть, залагировать, но не можем заменить и вернуть другой, используя Advice AfterReturning. Для этого есть другой Advice. Метод, на который цепляется аспект, может вернуть исключение. Если мы хотим подключиться к такому событию, тогда используется Advice AfterThrowing. По аналогии с предыдущим можно указать, какой именно exception нас интересует. Таким образом мы сможем его получить, а также ограничить действия PointCut только на те методы, которые возвращают соответствующий exception. Давайте в нашем приложении создадим аспект, который будет считать, сколько раз в каждом из EventLogger вызывался метод LogEvent. Считать мы будем только успешные вызовы методов. Это будет такой себе статистический аспект. Так как в зависимости от типа событий у нас вызываются теперь разные логеры, то иметь статистику будет не лишним. Постарайтесь написать такой аспект самостоятельно, но если возникают сложности, тогда воспользуйтесь этой подсказкой. Мы можем объявить Map, где ключом выступает класс, а значением счетчик. В Advice нашего аспекта мы получим класс объекта, в котором мы находимся и увеличим счетчик. Чтобы посмотреть значение всех счетчиков, мы можем проинжектить бин аспекта в класс АПП и вывести Map на консоль. Так как аспект будет объявлен как обычный бин в контексте, то мы можем его внедрить в другие бины, и таким образом получить доступ к его данным. Давайте теперь напишем еще один аспект. Благодаря ему мы охраничим количество вызовов метода LogEvent в консольном логере. То есть, если количество вызовов достигло какого-то критического значения, тогда переадресовываем их в файловый логер. Для реализации такой функциональности нам поможет AdviceAround, который позволяет выполнить аспект вместо вызова метода. Первым параметром в методе Advice должен быть объект класса ProceedingJoinPoint. С помощью него мы сможем вызвать метод бина, если это будет необходимо. То есть, в коде нашего Advice метода мы будем проверять, достигло ли количество вызовов какого-то значения. Если нет, тогда мы вызовем Proceed, чтобы выполнился метод бина. Если да, тогда мы выполним другие действия. Для того, чтобы в нашем примере вызвать метод LogEvent у другого логера, нам будет необходимо передать ему объект события. Но для начала аспект должен будет получить этот объект, чтобы в коде Advice мы смогли им воспользоваться. Для этого в описании PointCut мы должны добавить обозначение args, указав любое имя параметра. Далее в методе Advice мы также добавим в метод параметр с таким же именем и соответствующим классом. Передавать такой объект метод Proceed мы теперь будем через массив. Как я уже говорил, определять аспекты Spring мы можем не только с помощью аннотации, но и XML. Выглядит это примерно таким образом. Один из недостатков XML определения аспектов есть то, что там не поддерживается объединение именованных PointCut деклараций. Также, используя XML, вы не сможете в будущем перейти на AspectJ библиотеку без переписывания аспектов. Так что определение аспектов через аннотации, наверное, более предпочтительный способ, так как представляет больше возможностей. На этом мы закончим рассмотрение аспектов. Рекомендуем вам ознакомиться с документацией библиотеки AspectJ, чтобы глубже изучить различные возможности АОП, а также ознакомиться с дополнительными функциями, такими как интертипные декларации, связывание по аннотациям и другими. Спасибо за внимание!